Удары Российской Федерации по Харьковой области. Алексей Негубов, глава Харьковской областной военной администрации, сообщил, что российские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Харьковой области. Местами исчезли и электричество, и вода, сообщает глава областной военной администрации Алексей Негубов. Более подробно эту тему касательно ракетных ударов обсудим с полковником запаса, военным экспертом Роман Свитон с нами на связи. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую. Ну что ж, Роман Григорьевич, что вы скажете касательно этих ударов, касательно этого решения Путина, касательно нанесения массированного ракетного удара в силу того, что он это признал? И стоит отметить, что в целом сейчас российские войска разбомбили в Украине. Давайте подведем итоги. Бизнес-центр, парк, парки, жилые дома, остановки общественного транспорта и общественный транспорт. В то время, когда Министерство обороны Российской Федерации и лично Путин утверждают, что поражены объекты военного управления связи, энергетики и очень много наемников. Зачем Путин так цинично нагло врет в силу того, что даже в самой Российской Федерации понимают, что происходит на самом деле? Ему ничего другого не остается. Дело в том, что он же не будет в эфир признавать в открытую, что он террорист. И его армия, террористическая армия, и государство террорист. Тем более тогда, когда сейчас в Конгрессе как раз решается вопрос о признании России государством террористом. То, что россияне будут наносить удар по критической инфраструктуре Украины, об этом и наша разведка, и мы примерно представляли еще где-то неделю-две назад. Когда такого уровня удары авиационные готовятся как минимум, минимум неделю, готовится летный состав, готовятся ракетчики, это не делается в один день. То есть вчера приняли решение, а сегодня они уже выполняют. Нет, сама подготовка длится неделю-две минимум, потому вот эти удары, которые сейчас, они начали готовиться в конце прошлого месяца, либо в начале этого. И видно вот целый поток, так сказать, и медийный, и подготовка к этим ударам медийной, в том числе, Российской Федерации. Скорее всего, готовится перевод той операции, которую они обозвали СВО, а в какую-нибудь типа контртеррористическую. И то, что мы видим сегодня, это продолжение вчерашних ударов по Запорожью, а позавчера был назначен начальником, управляющим всеми войсками на театре военных действий в Украине, некий генерал Суровикин, то есть это бывший начальник воздушно-космических сил, то есть человек, который в ВКС ничего не понимает, так как он пехотный генерал, заканчивал общевойсковое училище, и где-то несколько лет назад из него сделали летчика. Ну, с него летчик не состоявшийся, потому он, так как не может никакими действиями на земле выровнять ситуацию, и, кстати, он не блистал как раз военным умом ни на одной операции, где он был задействован, ни в Сирии. В Сирии он с участием пехотных войск не взял протесты, ничего, он только подключал авиацию, уже авиация своей технологичностью и боевым применением спасала ситуацию для россиян. Та же самая картина была и в Мариуполе. Мы видели, он положил в Мариуполе несколько тысяч, больше десятка тысяч российских солдат, так Мариуполе не взял, пришлось вызвать авиацию, и уже авиация, так как не было систем ПВО уже в районе Мариуполя, как, кстати, и в Алеппо в том числе, и уже авиация разнесла город на Мариуполе, убив при этом несколько десятков тысяч мирных жителей. Поэтому Суровикин, когда был назначен три дня назад на должность, который стал генералом, который отвечает за проведение этой операции, он, естественно, включил механизм, тот отработанный механизм, которым он уже пользовался и в Сирии, и в Мариуполе, то есть по уничтожению определенных мест, допустим, тех объектов, которые были выбраны. Причем само проведение операции, в принципе, было спрогнозировано нами, так как первая волна всегда идет для того, чтобы выявить систему противовоздушной обороны, для того, чтобы ПВО отстреляло все свои ракеты, которые находятся в пусковых шахтах. И дальше, в момент перезарядки, идет вторая волна уже по тем объектам, по которым они хотели попасть. Ну и первая, и вторая волна – это в основном объекты инфраструктуры, это гражданские объекты, это мирные люди, которые попали в эту точку поражения. Мы их видим прекрасно. Потому можно говорить в чистом виде о государственном терроризме для выполнения каких-то задач. Задачи, в принципе, впереди намечаются. Опять услышали мы Эрдогана, опять его бредни о каких-то переговорах. И эти переговоры либо с Украиной, которые невозможны, а может быть в ближайшее время будут переговоры, допустим, с участием Турции и под эгидой Эрдогана с западными странами России, скорее всего. И для этого поднимают просто ставки, увеличивают. Это чистый вид терроризма. Это когда террористы начинают убивать заложников. Потому что Суровикин вместе с Путиным убивает заложников, то есть мирное население Украины, для того, чтобы поднять планку того уровня переговоров, на которые нас сейчас вытягивает Эрдоган. До Эрдогана надо достучаться. Пусть он забудет за эти переговоры. За всех, кто вообще тянет Украину или за спиной Украины о чем-то переговаривается. Это для нас смерть. Переговоры зерновые принесли смерти в Виннице. Вот переговоры, которые сейчас десятки смертей. И вот если пораспроследить все эти темы по переговорам, за ними тянется шлейф смертей. Надо уже этим товарищам, которые хотят за чужой счет, за чужих жизней, себе в Реноме или в стране, или в мире поднять. Надо уже прекратить эти темы поднимать. Мы слишком много хороним. В свою очередь, также сейчас очень много разговоров идет касательно заявления Медведева, когда он сказал, что это лишь только первый этап таких ударов. Сейчас я читаю российские паблики, где говорят о том, что этот ракетный удар особенный. Его называют одним из самых мощных и самым мощным применением стратегической авиации за все время так называемой спецоперации. Где для Путина будет конец? Конец я имею в виду в нанесении ракетных ударов. Ведь по факту, Владимир Зеленский говорит, что Путин с одной стороны просит о переговорах, с другой стороны переговоры он проводит вот таким образом, нанося ракетные удары по всей стране. Чего Путин хочет в конечном итоге? Все-таки сломать украинскую нацию, украинский народ, Европейский Союз и США? Это террорист. Он убийством заложников хочет достигнуть своей цели. Он эти цели нарисовал. Аннексия оккупированных территорий. То есть он хочет аннексировать эти территории. Но дело в том, что он вписал их в себе, в Конституцию. Это ни о чем не говорит, этого никто не признает. Аннексия территорий заканчивается тогда, когда, допустим, государство выписывает эти территории из своей Конституции. То есть он добивается того, чтобы мы из своей Конституции вычеркнули эти области. Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Вот его цель. И те методы, которые они с Суровикиным сейчас используют, это для того, чтобы испугать западных партнеров своих, тех, которые в ближайшее время, я так понимаю, что как раз и будет поднят вопрос именно о этой уступке или этой карте. Будет разыгрываться такая карта для того, чтобы украинское государство отказалось от территорий, но отказалось, изменив свою Конституцию. Потому он просто убивает заложников перед этими переговорами. И в свою очередь мы видим, что наносились удары по критической инфраструктуре. Ведь, ну ни для кого не секрет. Даже Путин сам это признал, что наносились удары по критической инфраструктуре. Но какую военную опасность имеет ТЭЦ, имеет стеклянный мост в центре Киева, имеет детская площадка в парке Шевченко, электроподстанции. Это понятно, что он террорист, но это метод запугивания опять же, правильно? Он выбивает, что такое критическая инфраструктура? Это инфраструктура, которая поддерживает жизнедеятельность населения. Как раз любые энергоподстанции, энерготеплоэлектростанции и просто подстанции, даже просто электротранформаторы – это логистические цепочки по передаче электроэнергии. Кстати, к этому же относятся, допустим, и теплоэлектроцентрали, и водоводы. То есть то, что поддерживает жизнедеятельность населения. Он именно по этим точкам и нацеливается. Естественно, первая волна пошла по населению для того, чтобы вытащить наши ракеты из пусковых шахт. А уже это ПВОшные. А вторая волна, когда мы перезаряжались, пошла уже по объектам инфраструктуры для того, чтобы их уже поразить. Ну, еще раз, в чистом виде терроризм. Там нет ни одного военного объекта как такового. Но это методы Путина, это методы этого российского террористического государства. И еще один момент. Вот мы опять же сейчас видим нанесение ракетных ударов по Украине. В то же время сейчас Генштаб вооруженных сил Украины говорит о том, что вооруженные силы Украины еще дальше проходят в Херсонской области, еще больше населенных пунктов освобождают. Поменяет ли, по вашему мнению, ход войны, ход освобождения украинских территорий от России, от российских военных, вот эти ракетные удары, вот это запугивание? Конечно, поменяет. Сейчас украинские войска станут намного злее, намного активнее, когда увидят эти кадры, когда по семьям, по мирному населению, по тем же объектам инфраструктуры наносит Российской Федерации удар. Ответить на поле боя можно только уничтожением российских войск. И мы сейчас услышим количество пораженных целей российских войск в полтора-два раза, это точно. Естественно, плюсом пойдет увеличиться количество гробов в России, если они туда будут еще увозить. Потому ответка, естественно, на поле боя это привнесет, но привнесет как раз ускорение поражения российской армии. Они вызвали этим ударом по мирному населению нашему обратный эффект. Мы ударим, мы не будем бить по их мирному населению, мы же не русские. Мы будем бить по их военнослужащим, которые сейчас есть в нашей территории. Никто их жалеть и не будет. То есть сейчас мы услышим увеличение количества поражений, нанесенных российской армией, увеличение огневого вала, увеличение боевого поражения и россиянам. Потому это как раз и будет нашим, и не только ответом, это будет нашим плановым движением по освобождению наших территорий. Следующий момент. Сейчас опять же очень много разговоров идет. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сказал о том, что стоит как можно скорее, следует как можно скорее закрыть небо над Украиной. Это защитит Украину от нанесения ракетных ударов. Но как вы считаете, пойдет ли сейчас цивилизованный мир, наши международные партнеры, на то, чтобы закрыть это небо, помочь закрыть небо? Есть ли сейчас такая вероятность? Возможности есть всегда. Она существовала с первого часа начала войны, еще с 2014 года. Возможности. А вероятность, естественно, после таких действий Путина, она будет постоянно увеличиваться. Видно увеличение, постоянно увеличение жертв среди мирного населения. И как раз наше военно-политическое руководство сейчас, я думаю, примет все меры для того, чтобы все-таки наши партнеры западные согласились либо на закрытие части, хотя бы части наших объектов или нашей территории своими средствами ПВО или передачи нам средств ПВО. Дело в том, что вот передают нам, допустим, Меристы, одну или несколько систем ПВО, это очень мало, это капля в море, это точные передачи. Нам нужно для закрытия нашего неба выстраивать многошеломированную систему противовоздушной обороны, которая будет включать и системы малой дальности, которые, допустим, та же и Ристе немецкая, и Носамсы, это норвежские, и патриоты нужны американские. Нам нужна система дальнего обнаружения и поражения, это минимум патриоты. Ну, а, естественно, к этому всему обязательны и самолеты F-15 и F-16, это воздушные платформы, которые могут нести ракеты на большую дальность, на дальность своего полета, как минимум, и увеличивать радиус поражения этих ракет российских. Но этого тоже мало. Вся эта система должна быть в одной единой системе управления типа АВАКС, то есть надо самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, целеуказания, сопровождения. И вот тогда можно говорить о какой-то системе купола как такового. И опять она будет в районе 85-90% ракет поражать. Для того, чтобы поразить, вернее, на 100% обезопасить наше небо, нам нужны квалитетные системы вооружения. То есть нам нужны ракеты типа Томагавков с дальностью 2,5 тысячи километров, которые могут доставать до российских аэродромов, до Урала как минимум. То есть мы должны доставать всю территорию европейской части Российской Федерации. Тогда можно будет говорить о каком-то более-менее нормальном куполе и невозможности поражения украинских мирных жителей и украинской территории российскими средствами авиационного поражения. И еще один момент, если можно, то очень коротко. Вот вы говорите о массовости ПВО. И мы слышим запрос от украинской стороны о массовой поддержке. Но почему на протяжении 8 месяцев эта поддержка так очень тяжело дается? И неужели никто не знал, что вот эти ИРИСТЭ, система ПВО обновленная, ну очень нужна Украине? Дело в том, что в мире сейчас очень большая проблема с этими такого рода системами. Все примерно на себе примерили вот такие проблемы, которые может нанести такого рода государство, как Россия. Примерили на себе и ужаснулись. Большинство стран не имеют вообще, некоторые страны не имеют вообще никакой системы противовоздушной обороны. Поэтому выстроились очереди, посыпались заказы. И мы сейчас как-то пробиваемся между этими заказами, просим, так сказать, поставить нас первыми в получение. Где-то это удается, где-то нет. Не хватает систем противовоздушной обороны в мире. Катастрофически. Я вам очень благодарен, что вы присоединились к нашему эфиру. Спасибо большое. Я напомню, Роман Григорьевич Свитон, полковник запаса, военный эксперт, был на прямой связи с нашей студией.